МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На часах половина восьмого. Время новостей на канале Орин ТВ в студии Екатерина Задышкова. Рад быть снова с вами. Вместе с коллегами расскажем о самых важных событиях и наиболее интересных темах. И сначала коротко о некоторых из них. У фурпоста, возможно, будет новая судьба. От кого ждут благословения на продолжение строительства? Ради забавы ворские подростки-хулиганы разрушили на кладбище надгробья. Кризис, нищета, война. Чего боятся оримушцы? Зачем россияне ходят в поликлиники и куда обращаются, когда нужна реальная медицинская помощь? Ждут окончания экспертиз, а также выплат. Сегодня в Орске приступили к рассмотрению первого иска к компаниям «Саратовские авиалинии» и «Альфа-страхование». Со своими требованиями обратилась мать погибшей в авиакатастрофе жительницы Орска. Истец требует возмещения семье материального и морального ущерба в размере 600 рублей себе и внуку. Это не считая ежемесячных выплат по потере кормильца. Как уточнили юристы, это техническая процедура, которая всегда проводится через суд. На нее имеет право каждый из родственников 71 погибшего в результате крушения Ан-148 в небе Подмосковья. Напомним, самолет, выполнявший рейс Москва-Орска, разбился 11 февраля. Сразу после трагедии многие банки списали все кредитные обязательства погибших. Страховая компания выплатила по 2 миллиона рублей. Правительство Оренбуржье добавило по 1 миллиону. Завершить опознание останков эксперты обещали до июля. Напомним, что родственники троих погибших согласились забрать останки своих близких, не дожидаясь окончания экспертизы. В Орске и Новотроицке на прошлой неделе уже состоялись похороны троих наших земляков. Многоэтажки тоже на проверку. В Оренбурге начинают проверять систему пожарной безопасности в многоквартирных домах. Информация опубликована на сайте прокуратуры области. Примечательно, что проверять будут дома этажностью выше 11 этажей. Буквально две недели назад на Комсомольске горел 17-этажный новый дом. Из квартиры, на балконе которой и начался пожар, спасли мужчину. При этом жильцы дома говорят сразу о нескольких проблемах. Во-первых, во двор не смогла въехать пожарная машина. Во-вторых, не сработал датчик пожарной сигнализации. Мулежом оказалась и кнопка пуска дымоудаления. Лифты в нарушение всех норм работали. Дом построен два года назад и введен в эксплуатацию после одобрения всеми надзорными структурами, в том числе и познадзором. Здесь обошлось без жертв. А вот в феврале на Солнышской погибла целая семья. И, как выяснилось после, в доме также не работала система противопожарной безопасности. Тогда мы проехали по нескольким домам, в которых должна быть эта система, и посмотрели, в каком она состоянии. В пожарных щитках не было рукавов, светильники на лестницах и в подъездах не работали. Сами извещатели были частично демонтированы. По данным прокуратуры, в Оренбурге около 100 многоквартирных домов, этажностью свыше 11 этажей и больше, где вполне возможно допускаются нарушения правил и норм пожарной безопасности. Прокурор Оренбурга потребовал организовать и провести в них проверки. Требования о проведении внеплановой проверки прокурор города направил в региональное управление МЧС. Надзорное ведомство должно исследовать дома до 1 августа 2018 года. Будет ли благословлен форпост? Разрешения на продолжение строительства комплекса от патриарха Кирилла нет. Сегодня ситуацию вокруг объекта, изначально предназначенного для детей-сирот, прокомментировала Оренбургская епархия. Стоит сказать, что уже длительное время на комплексе строительные работы не ведутся, и пока нет точного понимания, что здесь будет располагаться. Надежда Русяева узнала подробности. Первый кирпич православного комплекса «Форпост» заложили в 2009 году. В роли застройщика выступили люди, которые пожертвовали на благое дело. Собрано было ни много, ни мало 56 миллионов рублей. Все эти деньги пустили в ход, и уже спустя пять лет возле возведенных храмов собрались прихожане, чиновники и служители церкви. Здесь будут детки, детки-сироты. И то, что сейчас поднимается кресло в досветной часовне, это значимое событие не только для «Форпоста», но и для всей епархии, для всего города. Это место должно было стать домом для десятков детей-сирот. Здесь же воспитанники могли проходить обучение. Но строительство комплекса приостановили. Один объект возвели только до второго этажа, а на другом до сих пор залит только фундамент. И изначально планируют, что с разных регионов, может быть, даже с разных территорий, может быть, Оренбургской области, дети-сироты поступили бы в такое социальное учреждение и правильно, грамотно и в том числе духовно-нравственно воспитывались. Но с течением времени ситуация как религиозная, а в частности политическая ситуация изменилась, и властные структуры в лице государства стали особым образом говорить, что сегодня детей нужно не собирать в такие центры, а наоборот, направлять в семьи, где бы социальную значимую ответственность взяла вот этот институт семьи. О судьбе этого замороженного социального объекта, на который были потрачены народные миллионы, речь идет уже много лет. Говорили и летом прошлого года. Тогда священнослужители еще не исключали, что в комплексе все же смогут жить дети с ограниченными возможностями. Есть категория детей, над которыми, не знаю, вы шерст какой-то... В дальнейшем, может быть, и будут детишки там. Там это уже как Богу угодно. Может быть, будут там привлекать детей-инвалидов, которые слабослышащие, то есть глухонемые и слепые. Но сейчас в Оренбургской епархии говорят только о том, что этот объект, возможно, станет женским монастырем. За основу взяли Московскую Марфа-Мариинскую обитель Милосердия. О новом предназначении Оренбургская епархия сейчас поделилась с патриархом Кириллом. Благословения пока нет, а значит, и строительной техники на благодатном месте. Надежда Русяева, Петр Рукин, Орен-ТВ. И теперь криминальные хроники. В поселке Горный 29-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с сожителем матери. Чтобы его напугать, он поджег веранду дома. В итоге загорелось само жилище. После того, как спасатели потушили пожар, внутри было обнаружено тело женщины, сообщает Следственный комитет. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения. А вот какую статью Уголовного кодекса нарушили дети в Орске, об этом расскажем в рубрике «Ориентировка». В Орске малолетние вандалы разгромили кладбище ради забавы. В полицию обратился работник комплекса, который обнаружил, что надгробия повалены и сломаны. В общей сложности подростки разгромили 71 памятник. Оперативники задержали хулиганов. Ими оказались дети 9 и 10 лет. Малолетние правонарушители рассказали полицейским о том, что предварительно пришли на кладбище для того, чтобы собрать конфеты. Родители правонарушителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В тягах приятным ароматом и приятным напитком. Вот, видимо, что сподвигло ново-тройчанина на преступление. Кражу в одном из магазинов зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина, не стесняясь продавцов, берет несколько пачек кофе и освежитель воздуха и уходит, не расплатившись. Полицейские задержали любителей бесплатных товаров. Им оказался ранее судимый 27-летний житель города Новотроицка. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию. По данному факту отделом дознания ОП-3 МВД России Орска возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Бесплатное, но нужное ли? Каждый десятый россиянин никогда не лечился по ОМС. Каждый второй не был в государственной поликлинике год. В статье под заголовком «Кому нужна бесплатная медицина» ведомости публикуют мнение населения, касающиеся получения услуг по полюсу обязательного медицинского страхования. Апрельский опрос в ЦИОМ показал, что 89% респондентов получали медицинские услуги по полюсу ОМС хотя бы раз в жизни. 52% пользовались им в последний год. «Россияне платят за бесплатную медицину, но многие ею не пользуются», резюмирует издание. И связано это с проблемами в системе медстрахования. Одной из самых острых называют недоступность многих видов медицинского обслуживания. Свою роль играют также сокращение числа медучреждений, врачей и времени приема. По данным Федерального фонда ОМС, год назад полюс обязательного медицинского страхования имели почти все россияне – более 146 миллионов человек. При этом бюджетному здравоохранению граждане не доверяют, заявляют социологи. По их сведениям, в государственную поликлинику идут только по формальным или незначительным поводам, а вопросы сложного или узкопрофильного лечения решают с помощью полюсов дополнительного медицинского страхования. О состоянии системы здравоохранения, о главных проблемах этой сферы в Оренбурге мы с Анастасией Шакмой сегодня говорили на записи программы «Круглый стол» с председателем профильного комитета Законодательного собрания области Татьяной Шукуровой. На ваш взгляд, все-таки в системе здравоохранения Оренбургской области, какое слабое звено, на ваш взгляд, самое? Это первичное звено, это те самые поликлиники, как раз то, о чем сейчас идет речь. И в первую очередь это детские поликлиники. Построили перинатальные центры, современные, оборудованные, с высокими технологиями. Более-менее у нас стационары. А вот первичное звено поликлиники, которые почему-то, я до сих пор не пойму логику, располагались в приспособленных помещениях, на первых этажах жилых домов, там, где невозможно ни переоборудовать, ни переоснастить. Это ограниченное по площади и по возможностям пристроя, переоборудование помещения. Поэтому это первый этап, это детские поликлиники и детские больницы в типовых зданиях, оснащенные современным оборудованием. О том, в каком состоянии сейчас Оренбургское здравоохранение и нужно ли ему, говоря медицинскими терминами, нужна ли реанимация. Смотрите в программе на нашем канале. Она выйдет в эфир завтра в полдень и в 18 часов. Доступно будет и в наших группах в соцсетях. Прощаться нам еще рано. О новостях продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Будьте с нами. Спасибо, что остались с нами. В эфире новости продолжим. Кризис, нищета, война. Чего боятся оренбуржцы? Пассажиры вынуждены набираться терпения, а жители одной из многоэтажек в ожидании чистого воздуха. Есть ли надежды на улучшение? Об этом в рубрике дежурный корреспондент. Отапливать дома и социальные объекты будут еще как минимум сутки. Об этом сообщили в оренбургских тепловых сетях. И это несмотря на то, что официально отопительный сезон завершился еще 23 апреля. Тепловики сообщили, не будут отключать отопление из-за непогоды по просьбе городских властей. По этой же причине сроки прекращения подачи тепла могут измениться еще раз. К 15 мая знаки будут. Специалисты управления по организации дорожного движения сегодня проехали по улице Беляевской и согласились с тем, что на некоторых остановках специального обозначения места остановки автобуса действительно нет. А поскольку они должны быть, обещали установить. По улице Беляевской есть всего лишь несколько остановок, где имеется знак, разрешающий пассажирскому транспорту останавливаться, не нарушая правил. И поскольку водители автобусов забирали пассажиров в местах без такого знака, несколько из них были оштрафованы. Некоторыми перевозчиками было принято решение проезжать мимо таких мест, несмотря на негодование людей. В том числе игнорировать приходится и остановку автостанция, где нет ни кармана, ни остановочного павильона. В городской администрации после возмущений жителей и водителей отреагировали. В ближайшее время в Южном появятся необходимые знаки, но только там, где оборудовано все в соответствии с ГОСТом. К слову, в их число остановка автостанция не входит. Безработица, кризис и нищета. Вот чего боятся россияне больше всего. Новые данные опросов публикует Левада-центр. По-прежнему, несмотря на уверение власти о контроле над инфляцией, все рекорды бьет боязнь роста цен. Этот страх основным назвали 63% респондентов. Год назад частая смена ценников в магазинах волновала немного больше. Вторую строку и почти 50% получила боязнь бедности и нищеты. Безработица получила 40%, а год назад этот показатель был на 2% выше. Недалеко ушел страх коррупции и взяток 38%. За год этот показатель прибавил сразу 10 пунктов. Далее идут опасения о кризисе в экономике, расслоении в обществе 35% и 33% голосов соответственно. Страх недоступности медицинского обслуживания и образования разделил 26% и 20% голосов респондентов соответственно. Три последние строчки с одинаковым процентом заняли кризис нравственности, рост наркомании и наплыв мигрантов. А чего боятся оренбуржцы? Горожане, с которыми наши корреспонденты сегодня общались на улице, разделили экономические тревоги соотечественников, но больше задумались о близких и войне. Правда, среди опрошенных нашлись и совсем бесстрашные люди. Страшно, что нет работы. И обстановка очень напряженная в стране. Поэтому это, конечно, людей очень тревожит. Остальное русским людям, я думаю, не страшно. Рост цен на войну какой-то здесь ближе. Потому что сейчас такое время напряженное. Болезнь близких. Это на первом месте. А потом уже война и инфляция, конечно, тоже. Как бы войну не вступили мы, наша страна, Россия. Цена повышается каждую неделю, да? То же самое. Очень беспокоит. Просыпаешься, и каждый день уже цены разные. Война, которая может начаться. Опасаюсь падения рубля. Опасаюсь людей, которые сейчас озлоблены. Я, в принципе, ничего не боюсь. У меня все есть, все, что надо в жизни. Любимый человек, дочь и родители, которому здоровье и всем ухо лучше. До конца своих дней был верен профессиям. Сегодня в Оренбурге установили мемориальную табличку к ученому, доктору медицинских наук, профессору Якову Иосифовичу Коцу. Выпускник Оренбургского государственного медицинского института прошел путь от врача Ташлинской районной больницы до заведующего кафедрой госпитальной терапии. Почтить память, сказать теплые слова, возложить цветы. На церемонию открытия пришли родные, друзья, коллеги и ученики Якова Коца. Мемориальную табличку установили на здании терапевтического корпуса областной клинической больницы номер 2 на улице Невельской. Именно на базе этого учреждения 50 лет трудился ученый. Обучал студентов о замтерапии, кардиологии. Среди его учеников 10 докторов, больше полусотни кандидатов медицинских наук. Он отдал свою жизнь здоровью людей и сделал в этой области очень много. Мемориальная доска, которая сегодня установлена, это маленькая толика дани нашего уважения этому замечательному человеку. Низкий поклон и вечная ему память. Депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу супруги ученого об установлении памятной таблички. Яков Коц умер за год до их золотой свадьбы, на 83-м году жизни. Друг для друга они всегда были опоры. Вместе они работали в Оренбургском медицинском институте. Вся жизнь в медицине, в науке. Он генерировал идеи, он много учеников. У него очень такой общительный был человек, очень добрый человек, добропорядочный. И к нему шли люди просто за советом. Яков Коц работал в трудные годы. И когда не было современного оборудования, средств, технологий, он все равно сделал прорыв в медицине. Он является автором более 300 научных работ, с автором учебника по кардиологии и нескольких монографий, среди которых ишемическая болезнь сердца, удостоенная высокой премии. Время ожидания автобусов для некоторых пассажиров увеличивается на часы, а за частоту воздуха борются жители многоэтажки по переулку Дальнему. Так оправдаются ли их надежды на улучшение ситуации, знает наш дежурный корреспондент. Чтобы уехать, надо в первую очередь набраться терпения, запастись свободным временем. Людмила, жительница южного поселка, недовольна графиком движения троллейбуса 10 маршрута. Накануне она ждала транспорт 1 час 15 минут. Ездит на троллейбусе из-за экономии, говорит женщина. В управлении пассажирского транспорта пояснили, что на рейс по 10 маршруту ежедневно выходит 6 машин. Если происходит задержка, это, как правило, связано с ситуацией на дороге. Возможно, ДТП на улице или отключение энергии. Но в случае Людмилы пообещали выяснить все детали. Как и проверить, почему приходится долго ждать автобус 33 маршрута? Это уже вопрос бабушки юной оренбуженки, которая ездит с улицы Ноябрьской в художественную школу и ждет автобус не меньше 45 минут. Как работают автобусы на этой линии? Ответ от городской администрации мы ждем уже завтра. Дышать тяжело жителям 45-го дома по переулку дальнему. Они задыхаются от зловония канализации. В редакцию жалобами обратились сразу несколько проживающих по этому адресу. Рассказывают, что регулярно система водоотведения неисправна. Жалуются на неросторопность руководителя управляющей компании. В их доме она создана самими жителями. Председатель которой Алексей Павлович посетовал, что действительно постоянные засоры. Последний был вчера. Добавил, что трубы в доме новые, а вот от дома до колодца старые. Вот там-то и сложности. Ведь люди сами виноваты, рассказывает председатель. Кидают в смыв тряпки, рыбеголовы и средства гигиены. Он призывает жителей к порядку и обнадежил, что трубы от дома до колодца поменяют летом. И тогда, возможно, о проблемах с канализацией люди забудут. Спас собаку, а теперь ищет ее хозяев. В редакцию позвонил Антон. На перекрестке улиц Терешкова и Орск он увидел собаку, которая лежала без сознания. Это был тойтерьер. На нем был ошейник. Очевидно, пес был сбит. Сейчас Антон выхаживает и ждет звонка хозяина, который, видимо, потерял своего четвероногого друга. Телефон Антона есть в редакции. Проявляйте и вы заботу друг о друге. А если требуется наша помощь журналистов, звоните, номер вы видите на экране. Первомайский призыв профсоюз Оренбургской области у себя на странице в социальной сети выложил видео, которое, судя по всему, должно сподвигнуть нас с вами прийти на демонстрацию 1 мая. При этом Федерация Организации профсоюзов Оренбуржья не согласовала с организаторами монстрации совместное шествие. Монстрация – это массовая художественная акция с лозунгами и транспарантами. Впервые в России она прошла еще в 2004 году в Новосибирске. Участники выходят, например, с такими плакатами «Он вам не лимон? Прекратите оскорблять чувства верующих! Россия без Агутина!». Так вот, Федерации профсоюзов назвали это актом нравственной распущенности, которая направлена на высвобождение самых низких человеческих качеств и пороков. А вот, к слову, как выглядит сам призыв профсоюзов. Стоит отметить, что в администрации Оренбурга монстрацию также не согласовали, сообщив, что в этот день пройдет масса других уже согласованных мероприятий. У меня пока все. Подытожим в 23 часа. Помните, что все новости вы можете смотреть и в интернете. Желаю вам приятной и с пользой провести этот вечер. В ближайшие сутки в Оренбурге небольшая облачность, местами по области небольшой дождь. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 0 до минус 5 градусов. В дневные от 11 до 16 градусов тепла. В Оренбурге небольшая облачность, с днем возможен небольшой дождь. Ветер южной четверти умеренный, ночью 0,2 градуса, днем 14-16 градусов тепла.